Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Hello! Bonjour! Доброе утро! Так, отлично! Все, всем привет! Кто у нас сейчас в эфире? Давайте. Закончил я тренинг, извиняюсь за опоздание. Да, всем привет! Георгий Ниня, шалом! Ваткозов! Привет! О, все, Андрей Поличук, hello! Hello! Марина Шувалова, шалом! Светлана Горачева, все, отлично! Мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, мудрейшего из людей, где он нам открывает, открывает он нам, как бы, суть мироздания. Сегодня у нас все про воспитание. Все про воспитание. Я прям сегодня готовился к уроку и прям задумался вообще. Оказывается, если смотреть по системе царя Соломона, я неправильно воспитывал своих сыновей. Сейчас мы узнаем, правильно ли вы воспитывали или неправильно. Или вас правильно воспитывали или нет. Сейчас мы узнаем. Итак, значит, 14-й отрывок 29-й главы. О, 14-й отрывок 29-й главы. Звучит так, да? Звучит так. Ниже поставь, чтобы... Вот лучше, ну, ниже для дектора. Значит, звучит так. Царь Шофет Бэймэд Далим. Значит, царь, который судит истиной бедных обездоленных. Далят обездоленные. Да? Значит, его трон навечно будет стоять. Это очень интересная такая история. Оказалось бы, ну, к нам разница на всех этих царей. Какое отношение имеет к обычному человеку? Царь истинный он судит или неистинный царь судит? Но, значит, что это значит? Есть какие-то вещи лживые, есть какие-то вещи истинные. Значит, что такое истина, что такое ложь? Если мы смотрим с точки зрения обычных людей, то практически все, что говорят обычные люди, это что? Это ложь. Это ложь. Почему это ложь? Потому что истина, она объективная. А любой человек, он смотрит на жизнь субъективно, со своей точки зрения. Поэтому его взгляд, он является неистинным. Назовем это так. Можно назвать это ложь, но опять же, так как слово ложь – это моя субъективная оценка чего-то, то это само по себе уже не истина. То есть все люди, которые друг с другом общаются, и даже сам человек, который в своем глазу не видит бревно, в чужом видит царинку, да? То есть мы все субъективны, то есть мы все живем в мире лжи, можно так назвать, или в мире неистины, можно так назвать, или в мире искажения, можно так назвать, или в мире интерпретации, можно так назвать, еще можно назвать как угодно. Теперь, но есть стремление к истине. То есть как только человек понимает, что он живет в мире лжи, у него появляется, как он как-то увидит его с разных сторон. Это умение смотреть на вещи с разных ракурсов, с разных точек зрения, а не быть однозначно уверенным в своей только одной позиции. И вот, значит, Мелых, царь, который судит народ истиной, причем именно обездоленных. Смотрите, царю очень легко быть справедливым, богатым и бедным, какая разница, да? Но именно когда царь, для него нет разницы, бедный, не бедный, обездоленный, не обездоленный, то есть для него самое главное это истина. Истина и, ну, опять же, я приведу в пример, я просто не знаю многих стран, да? Но в том же Израиле, например, если, ну, сидит бывший премьер-министр, сидит президент бывший, да? Сидит главный раввин бывший, да, вообще Израиль. Очень удивительная страна. Представляете, одновременно сейчас сидят в тюрьме бывший премьер-министр, бывший президент Израиля и главный раввин Израиля, бывший Аштинаский район Адмиттер, тоже сидят в тюрьме. За что? За взятки. За взятки, то есть они искажали, искажали закон и их поймали, что они где-то для кого-то делали что-то за взятку. Они никого не убивали, они никого нет, они просто нарушали закон, как бы, ну, это же нормально. Например, в том же Казахстане, в том же Казахстане, например, там это, ну, абсолютно нормально и принято. Там, например, я слышал, что вот конкурс МИС Казахстан выиграл племянник мэрии Астаны. Ну, потому что он племянник мэрии Астаны, так он и выиграл конкурс МИС Казахстан, а? Ну, коррупция, коррупция. Коррупция, вот это все, да? То есть в каких-то странах это считается нормальным, нормальным. А в Израиле пытаются судить по букве закона, да? Или там, я не знаю, в Америке, например, если что-то где-то кто-то делает не так, из правительства, из чиновников, то сразу на него дети вообще, там, гонения, как, там, президент Клинтон, он, ну, там, с Моникой Львинской, например, что-то там не то сделал. Так что вообще там его чуть ли в тюрьму не посадили за это, да? Тут президент вообще делает, только что людей не давит на свет вору. Завил бы, так сказали бы, что он сам прыгнул на машину и все. Хорошо. Значит, еще раз, тот царь, который судит и стремится к истине, причем это проверяется на людях, которые обездоленные, бедные, которые ничего не могут дать в царю, да? Это что, пишет нам царь Соломон, кисо его трон навечно будет стоять. То есть он как бы и здесь, в этом мире, он будет устойчивый, и в мире грядущем тоже он себе заработает место, так как он действовал поистине. Истина, объективная истина, она доступна только Богу, Бог создатель мира. Он установил объективную истину, он сказал, это добро, это зло, и ты уже не можешь это менять, то есть это Бог установил. Понятно, да? Теперь дальше, 15-й отрывок. Вот тут 15-й про воспитание идет. Шевет – это палка, и увещевание дадут хокму, дадут божественную мудрость, да? Венар – мишулах, нувиш имо. А подросток, мишулах, которого дали ему, ну, выслали его, грубо говоря, да, высланы на свободу, он позорит свою маму. Маму свою позорит. Значит, почему он маму свою позорит? Значит, вот берем ребенка. Ребенок, он управляет только своими животными побуждением. У него нет никаких… Вот возьми маленького ребенка, у него есть только одно слово – «хочу», «я хочу» и все. То есть его абсолютно не волнуют правила, неправила, там, можно, нельзя, чужое, свое. Для него нет этих всех разделений. То есть он как маленький кот, например, как маленький, там, я не знаю, как ребенок, как маленькое животное. Он уже умеет разговаривать, но для него главное слово «хочу», «дай» и все. Теперь родители, они этого ребенка пытаются в… ну, как бы, в чем заключается воспитание? Они ребенка впихивают в какую-то ограничивающую систему ограничений, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Или это «пришел» – это сказки, это неправда, он никуда не пришел. То есть, наоборот, это родитель к ребенку пришел и сказал ему «это дело, это не дело». Теперь царь Соломон нам предлагает следующую вещь. Он говорит «смотри, прийти надо, чем только палка и увещевание дадут ему божественную мудрость». То есть, ты можешь в него вбить вот эту вот правильную систему координат, знаете как, чтобы сделать даунлоуд программу на компьютер, то это ты просто включил и сделал. А в ребенка, чтобы эту программу, то есть, у него психика, называется это, ну, волонтильная, он такой расфокусированный обычный ребенок. Я помню одна, есть такая рабонита, жена Рава Гольчмита, Дара Гольчмитт, и она говорит «я детей воспитывала, вот я, говорит, не понимаю все это право выбора». У них не было никакого права выбора, у них была вот так вот, каждая минута расписана, серия уроков, с урока на урок, с урока на урок. Даешь ему право выбора, он, даешь ребенку право выбора, ребенок начинает вот так вот болтать, колбасить. И, значит, ему нужно, чтобы все было четко с детства, вот так, вот так, вот так, вот так, и, значит, тогда он хорошо воспитан. Если он не слушается палкой, если слушается тохаход, тохаход это увещевание. И тогда это ему дает хохма, божественная мудрость. То есть ты в него вставляешь вот эти все правила поведения, которые должны руководить ребенком именно по божественной мудрости. И что от того, которого на армии шеллах, которому дают свободу, он потом позорит маму. Почему именно маму он позорит? Потому что мама воспитывает детей. Все от мамы зависит. Если хороший ребенок, это папа постарался. Если нет, мама, все, так написано. Хорошо, двигаемся дальше. Шестнадцатый отрывок. И если плохо воспитанные дети, потом они становятся плохо воспитанными взрослыми. А если они плохо воспитанные взрослые, они неправильно себя ведут, то что тогда? Тогда шестнадцатый отрывок двадцать девятой главы звучит так. Берботры шаим ирбем паша. Когда умножаются злодеи, умножается паша, это преступление, грехи. И цадики уже видят, и увидят, и видят их падение. Падение вот этих вот злодеев. То есть идет как бы общество, оно развивается следующим образом. Все начинается с семьи. Семья плохо воспитала ребенка. Ребенок потом вырастает, становится хулиганом. Он становится хулиганом, хулиганов становится много, начинаются преступления. Если к этому добавляется царь-хулиган, который не делает справедливый суд, то тогда в стране начинается что? Разброд, развал, преступность, бедность. Вот Венесуэла, например. Мы видим Венесуэла. Все, потом начинаются уличные бои, диктатура, ну то есть и так далее, и так далее. Есть страны, которые законные, нормальные страны, они процветают. Страны, в которых есть главенство закона, равного для всех, они процветают. Страны, в которых есть коррупция, беспредел, нет закона. Эти страны, они, конечно, ну то есть, понятное дело, что они народ бедный, жизнь плохая. И, значит, когда умножаются злодеи, тогда умножается преступность. Все понятно. Цадики, они есть везде. То есть, в любой ситуации цадик, он может выскочить из этого круговорота. Он смотрит на эту всю историю и думает, так, вот я уже могу жить праведной жизнью, могу жить праведной жизнью. И он тогда выбирает. Я вспоминаю, вот, например, у меня сейчас есть несколько знакомых, очень такие, ну, очень порядочные люди. Вот в Украине, например, там Света Гончарова, есть такая Света Гончарова, она такая религиозная девушка, она, значит, замужем, дети, флаймама у нее называется проект. И вот они с мужем уехали в Канаду, живут сейчас в Канаде, очень счастливы, природа, закон, вокруг там олени бегают. Ну, то есть, реально, читаю в Фейсбуке ее посты, вообще просто счастлива, говорит, каждый день я просыпаюсь с утра и счастлива. Канада, кто был в Канаде, знает, что в Канаде закон, там реально даже мотоциклисты машину не обгоняют, это меня очень удивляло. Едет такой рокер, прям реально рокер, и он может обогнать машину спокойно, а он едет в общем ряду, останавливается, все, вот именно, очень все четненько. Да, перед законом все равны. Хорошо, теперь царик, который хочет быть цариком, а вокруг злодея, он на это смотрит, он думает, все равно злодеи рано или поздно упадут. То есть, ну, не может такого быть в мире, всегда злодейская власть, ну, зло всегда, оно наказано, у него нет ног, у него нет долговременности, оно, ну, там, украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. То есть, бывают взлеты какие-то, да, но эти взлеты, они очень кратковременные. Понятно. Хорошо, поэтому царик должен знать, что если ты выбираешь путь праведный, то тогда у тебя есть спокойствие, то есть, мы изучали, как себя чувствует царик, ты делаешь правильно, ты ни от кого не зависишь, зависишь только от Бога и от системы координат. Хорошо, 17-й отрывок. И как сына воспитывать, все же, как все же сына воспитывать, написано так, Ясер бин ха, вы не хэха. Значит, написано так, Ясер это дело ему страдания, сыну своему. Сыну делать страдания, прям так и написано. Объясняет Виленский Гаон. Это когда сын злодей, его надо бить. Аз и дак а вело я нох. Тогда папа его должен бить и не отдыхать даже, вообще не останавливаясь. А валь кашер и сар бно аз и емену ха ло. И продолжение этого отрывка, 17-го, то есть, доставляя страдания сыну твоему и не отпуская его, вейтель мааданим ленавшеха. И он даст потом, мааданим это приятные разные вещи для твоей, для тебя, старости. То есть, что это значит? Это значит, что не отчаивайся. Сейчас. Ух ты, интересно, это я никогда не слышал. Значит, приводит Виленский Гаон. Виленский Гаон приводит, как было маасе с Раби Ативой. Раби Атива величайший мудрец, 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 который шеломат Тура имбен Раша, который учил Туру со своим сыном злодеем. Я не знал, что Раби Ативе был сын злодей. Вейтсилло ле Раша минагейно. И он его спас, этого злодея, от генома, от ада. И даже он его привел в Ганеден. И он его привел в Ганеден. Не знал, что Раби Атива был сын злодея. И дальше он объясняет Виленский Гаон. Потому что даже если цадик, но есть у него сын злодей, у этого цадика, тогда забирают цадика из Ганедена, из рая забирают цадика. ледяно, его забирают в ад. То есть если ты цадик, а сын у тебя злодей, то тогда забирают цадика из рая, лиман, чтобы он увидел страдания своего сына. И это написано, что ты лучше сам делай страдания своему сыну и не оставляй его, что тогда это тебе даст место в раю. То есть ты как бы, ну ты не можешь оставить сына на произвол судьбы. А мама обычно сыновей защищает, потому что у нее как бы другой вопрос на воспитание взгляд. Ну жалко там сына, как, ничего, типа, все нормально. И она не дает отцу его нормально воспитывать. Да, вот так вот. Я расскажу сейчас, тут я вспоминаю историю про сына, значит, оставь своего сына, сейчас у меня была такая история, только что всплыла, и не оставляй его, переноси страдания сыну, это мадонимлено вшеха, и даст он мадонимлено вшеха. Только что у меня была такая история, прям всплыла, думаю, сейчас расскажу, и сбил меня вот этот комментарий с рабиативой. Сбил меня комментарий с рабиативой. И тогда, сейчас, переноси страдания сыну своему, и не оставляй его. Ну, значит, не всплывает у меня та интересная история, которую я хотел рассказать. Именно история была у меня, жизненная такая история. Но если мы вспомним про даже самых великих праведников, например, царь Давид, у него были проблемы, а в Шалом был сын, который на него восстал. И вообще, в принципе, вот этот вопрос отцы, сыновья, тот же, например, Машей Рабейну, у него он не уделял внимания воспитанию детей, и те, которые занимаются общественной деятельностью, они очень часто не успевают воспитывать своих детей. И есть известнейшая история, был такой раб Шах, глава там мира Ешив, он был великий-великий раввин, но у него сын не стал раввином, он просто пошел там в армию, даже он был, что такое. Да. А у повара Ешивы все пять сыновей стали раввинами. И спрашивают, почему же у такого великого отца, как Раб Шах, сыновья не стали великими, а у повара Ешивы сыновья стали великими. Именно отвечают, что повар, он по шаббатам, он пел песни, он уделял больше внимания воспитанию сыновей, да. И а Раб Шах у него больше внимания уделял ученикам, там, Торе, то есть он был именно в своем время и силы, он больше вкладывал в какие-то глобальные вещи, да. То есть и тут тоже это очень, у любой медали есть две стороны. У любой медали есть две стороны. И вот мне сейчас много задавали вопросов на тренингах, вопросы воспитания, как воспитывать, что воспитывать. Сейчас система другая, конечно. Сейчас система воспитывать, это коучинг, там, ну, но опять же есть, в любом случае нужно понимать, что человек должен и воспитывать детей, и воспитывать себя. То есть, как бы внутри постоянно действует сила такая, идти в разнос. То есть у человека, если отпустить себя или отпустить ребенка, то написано, что сердце человека, как бы его суть, структура личности, она плохая с рождения. Что имеется в виду плохая с рождения? Человек – животное, как бы, так скажем, человек – это человеческие мысли, одеты на животную натуру. То есть внутри все равно любой, возьми любого человека, он животное. И он ведет себя как животное, кушать ему хочется все время, он размножаться хочет как животное, он хочет все забирать себе, он эгоист. То есть, как бы, если без вот убрать мысли человеческие, то тогда остается животное. Но теперь, что такое мысли человеческие? У обычного человека, у него мысли – это просто мыслительный аппарат, который реализовывает желания животного. То есть его, как интеллект, он реализовывает те позывы, те желания, которые дает ему животное. Теперь, чем отличается, еще раз, путь человека религиозного от пути человека, которого обычного? Религиозный человек, он говорит, я не буду делать то, что я хочу, я не буду делать то, что другие хотят, потому что другие хотят, скорее всего, они тоже животные. Я буду делать то, что хочет Бог. То есть, а что хочет Бог? Вот система заповеди, вот Тора. Значит, я беру вот эту вот систему и делаю ее управляющей своим мышлением и своей жизнью. И тогда у меня возникает вселенная противоречия между животной натурой и вот этой системой. И на этом противоречии я, я – это тот, кто решает, кто-то принимает решение. Я выбираю Бога, я выбираю заповеди, я выбираю действовать правильно, а не так, как мне хочется. Но правильно – это не то, что я себе придумал, как правильно. Правильно – это не то, что придумали другие люди, как правильно. Правильно – это то, что объективная реальность – это Тора. А вы спросите, а если кто сказал, что Тора это необъективная реальность? Но тогда можно идти от обратного. То есть все остальное это точно необъективная реальность. Все остальное точно придумали люди. То, что идет от меня, это точно мои животные. И мне не надо идти от Тора. Может быть, там можно задать какие-то вопросы, если хочется. Опять же, если не хочется задавать вопросы, так ты не задаешь вопросы. Но остальное там даже нет вопроса. Все остальное придумали конкретные люди с конкретно больной головой. То есть коммунизм придумал больной. То есть это понятно, Карл Маркс больной, псих. Фридизм придумал больной, Фрид тоже псих. Что еще есть у нас из идеологии? Ну, все придумали психи. А Тора это Бог. Все. Понятно? Хорошо. Какие есть вопросы? Человек — это животное с интеллектом. И с душой, правильно. То есть тело — это животное. Интеллект — это уже человеческая штука, божественная штука в человеке интеллект. Но это коробка. Это как компьютер, который можно заполнить программами разными. А душа — это свет, который все это освещает. А Тора — это программа для заполнения интеллекта, которая соединяет интеллект с душой и с Богом. Это Тора. Это система знаний и система правил. И когда ты берешь на свой интеллект, надеваешь Тору, узнаешь Тору, тогда у тебя появляется свет. Но тебе надо сделать выбор, намерение. Ты в каком направлении движешься. Или делаешь то, что хочешь, и тогда ты в интеллекте подбираешь разрешение под то, чтобы сделать то, что хочет твое тело. Или ты говоришь, нет, у меня единственное намерение есть через Тору соединиться с Богом и быть с Богом в хороших отношениях. И тогда ты изучаешь Тору, чтобы знать, что Бог хочет, и делаешь то, что в Торе сказано, потому что это сказал Бог. Все. Понятно, да, идея, как это все работает? Вот. Ну, хорошо. Все. Удачи вам, успехов, божественных благословений. Как говорится, заповедь свеча, Тора — это свет. А Дерек, путь к жизни, это мы вместе учили, это тохоход, мусар, это увещевание и страдания. Потому что, когда ты побеждаешь свое животное, его можно только палкой. Палкой. Или еще чем-нибудь. Все. Всем удачи, успехов. Ставьте лайки, а то я редко прихожу, потом, да, бах, лайков нету, комментариев нету. Этих самых. Поделиться там, все такое. Сейчас был Яков Шататин, был сейчас в Стиве, вот только сейчас он улетает из Стива. Так, прошел он создатель игры с огнехождением, говорит, сейчас все буду развивать. Давайте как-то развивать. Тору, там, свет, Ваикру, все развиваю. Все, удачи, успехов. И до встречи. До встречи завтра, с Божьей помощью. Всем пока. Все, сделайте выводы, три вывода. Надо сделать три вывода обязательно. Мои выводы, какие бить сыновей. Уже, правда, поздновато, но надо как бы попробовать, чтобы, может, что-то еще можно исправить. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok